Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Соколов предложил кировским чиновникам отдать дневной заработок в пользу бойцов. Вопрос по оказанию помощи военнослужащим из Кировской области обсудили на совещании в правительстве. Губернатор Александр Соколов сообщил, что в регионе для этого создана рабочая группа. Возглавил ее сам губернатор, заместитель по оказанию содействия военнослужащим, руководитель администрации губернатора и правительства области Алексей Комаров, заместитель по шефской помощи в Веселовском округу зампред Алексей Жернев. Соколов обратился к сотрудникам всех региональных органов исполнительной власти Кировской области и подведомственных учреждений и попросил оказать финансовую помощь в размере дневного заработка фонду «Завятку». Цитирую, вопрос «добровольные деньги направляют на реальные службы наших бойцов», сказал Соколов. 20 февраля начнется суд над ЭКС руководителем фонда капремонта Виктором Тарасовым. На этот день назначено первое судебное заседание по его делу. Рассматривать дело будут в Первомайском районном суде Кирова. Судья Андрей Сапожников. Адвокатами выступят кировчанин Валерий Рылов и Олег Груздев из Орехова-Зуева. Бывший руководитель фонда капремонта Кировской области Виктор Тарасов обвиняется в девяти эпизодах преступной деятельности. Восемь касаются взяток в крупном, особо крупном и значительном размерах. Еще одно – хищение в особо крупном размере. Общая сумма взяток и хищений – 6 миллионов рублей. В эфире «Экономика». Власти хотят повысить самоокупаемость Победилова. В этом году субсидии из областного бюджета на аэропорт снижено почти в два раза – со 135 до 76 миллионов рублей. Эти деньги пойдут в первую очередь на обеспечение безопасности, охрану, закупку горюче-смазочных материалов и запасных частей для аэродромной техники, приобретения противогололедных средств, услуги связи и службы метеорологии, пояснили в областном правительстве. Чтобы повысить самоокупаемость Победилова, власти расширяют географию полетов. С весны из Кирова можно будет улететь по девяти направлениям, сейчас их пять. Кроме этого ведется работа по увеличению пропускной способности аэропорта. После ремонта здания она увеличится вдвое – до 400 человек в час. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.